Тема очищения организма. Очищение. Тема очень ответственная. Ну, с какой целью вообще мы с вами сейчас учимся? Как я это понимаю? Чему я должна вас научить? Первое. Избавиться от проблем со здоровьем, которые уже есть. Второе. Обеспечить гарантию того, что болезни не появятся опять, не возвратятся. И третье. Обрести новый уровень энергии. Высокий, более высокий уровень энергии и творческих способностей. Но это, то есть вот это здоровье идеально не самоцель. Вообще-то. Почему? Все это вместе позволит нам реализовать наш генетически обусловленный потенциал, с которым мы пришли в этот мир. Этот потенциал у каждого огромен вообще. Большинство из нас даже не подозревает, насколько этот потенциал огромен. Не подозреваем мы этого, потому что мы всю жизнь под гнетом ядов проживаем. От рождения и до смерти. Находясь всю жизнь на неадекватной пище. Несвойственной нам, как виду живой природы. И именно вот она, эта пища в большинстве, в большей степени, препятствует реализации вот этого нашего потенциала. Огромного. Путем хронического отравления тела. Не может отравленное тело быть храмом души и храмом духа. Мы с вами уже знаем, что универсальная причина всех болезней – накопление в теле ядов. Так ведь? Поняли это все? Убери причину и болезнь не повторится, как древние говорили. То есть, чтобы выздороветь, необходимо расчистить завалы, которые образовались в теле. У современного молодого человека накопление идет намного быстрее, чем у предыдущих поколений. Мы уже знаем, почему. И уже с детства есть предпосылки к хроническим болезням. И к острым тоже. Где эти вещества накапливаются? Давайте еще раз повторим. Депо у нас есть, который хранят всю жизнь. Если человек не занимается этим, хранится там вот эти вот яды всю жизнь. Носоглотка. Бронхи, альвеолы. Подкожно-жировая клетчатка. Чем полнее человек, тем больше накапливать может. Сосуды. Изнутри. И стенки сосудов накапливают. Мышцы, связки. Суставы. Печень, почки. Головной мозг. Межклеточное пространство тканей. И, конечно, толстый отдел кишечника. Естественно, само собой. Вот полюбуйтесь рисунок из книги Марвы Богоршаковны и Огонян. Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации. Вот кишечник толстый, каким он должен быть сверху. И какой он на самом деле у всех людей, которые на рациональном сбалансированном питании всю жизнь находятся. Значит, вот это светлый, это просвет. Значит, просвет там, естественно, есть, если мы живы. А все темненькое, это то, что скопилось. Это все может годами там храниться. По подсчетам натуропатов и свидетельству патологоанатомов, кстати, этой массы может быть до 25 килограмм человек может носить в себе всю жизнь, годами. Все это спаяно со стенкой, со слизистой и может оттуда, так сказать, эвакуироваться только при определенных акциях, так сказать, при определенных усилиях, о которых мы и будем говорить. То есть, если человек пищу эту ест всю жизнь, это всю жизнь там и копится и благополучно отравляет тело. Как может процветать живое тело, если оно тонет вот в этом клейком мусоре, не только в толстом кишечнике, но и в тканях, то, что это скоплено. Как расчистить эти завалы? Нет другого никакого способа, кроме поста. И всю историю у всех народов было понятие поста, то есть воздержание. С древних времен еще люди знали, что от всех болезней универсальное лекарство – это воздержание полное или частичное от пищи. И использовали это знание. Обратите внимание, что в настоящее время средства массовой информации никогда не напоминают нам о том, что пост идет, о том, что вообще… Ну, это же ведь убытки мясомолочной промышленности. Но все эти истины о воздержании, они были неспосланы людям свыше, через пророков. Вот, например, есть документ, вот апокриф, на арамейском языке в Ватикане он хранится. И есть его перевод на старославянский язык в Королевской библиотеке Габсбурга. Значит, скажу название. Учеными исследованы эти документы, подтверждена их подлинность. Вот. Но в Библию они не вошли. То есть это апокрифы. То есть те, кто Библию составлял, рассудил, что эти знания народу не нужны. В общем-то, народу знать это не надо. Название апокрифа этого – «Евангелие мира от Иисуса Христа», записанное его учеником Иоанном, изложение. Еще это называется «Евангелие от Иссеев». Это очень небольшой, но очень впечатляющий документ. Рекомендую всем ознакомиться. Очень маленький. Вот о чем там говорится. О том, что невозможно услышать голос Бога живого, пока храм души вашей и храм духа, то есть тело, загрязнен и осквернен. Я зачитаю маленькие отрывочки. Иисус сказал им, «Вы не можете понимать слово жизни, потому что пребываете в смерти. Темнота закрывает глаза ваши, а уши ваши глухи. Однако, говорю я вам, не надо устремлять взор свой на Писание, буква которого мертва, если действиями своими отвергаете вы того, кто дал вам это Писание. Поистине говорю я вам, в делах ваших нет ни Бога, ни законов Его. Не присутствуют они ни в обжорстве, ни в пьянстве вашем, ни в образе жизни вашей, которую вы растрачиваете в излишествах и роскоши, а еще менее в поисках богатства. Если вы хотите, чтобы слово Бога живого и могущества Его смогли проникнуть в вас, не оскверняйте ни тело вашего, ни сознание вашего». Поэтому должны вы очистить этот храм. Возродите сами себя и воздержитесь от принятия пищи, ибо поистине говорю так я вам. Лишь постом и молитвой могут быть изгнаны сатана и вся злокозненность его. Вернитесь в дом свой и поститесь в одиночестве, и пусть никто не видит, как вы поститесь. Внутренняя грязь более сильная, чем грязь наружная. Поэтому тот, кто очищается только снаружи и остается нечистым внутри, похож на гробницу, украшенную богатой росписью, но внутри наполненную грязью и мерзостью. Поистине говорю я вам, позвольте ангелу воды осветить вас также и изнутри. Чтобы достигнуть этого, достаньте большую тыкву, снабженную спускающимся вниз стеблем, длиною в человеческий рост. Очистите тыкву от ее внутренности, наполните речной водой, подогретой солнцем, и подвесьте тыкву на ветке дерева. Преклоните колено перед ангелом воды. Это о чем? Это описание всем нам знакомой процедуры. Так ведь? Потом пустите воду из тела своего, чтобы с ней устранить из тела вашего все, что происходит от сатаны, все нечистое и зловонное. И поймете вы, увидите собственными глазами и почувствуете собственным носом все мерзости и нечистоты, которые оскверняли храм вашего тела. И поймете вы также, сколько грехов обитало в вас и терзало вас бесчисленными болезнями. Конец цитаты. То есть прообраз кружки эсмарха – это тыква, вычищенная изнутри с полым стеблем. И не просто так сегодня этот предмет обихода старательно забыть и вычеркнуть из нашей жизни. Еще сто лет назад эта процедура промывания кишечника была совершенно неотъемлемой частью вообще любого лечения. Доктор, земский врач или неземский в городе, приходя на вызов, он первым делом, что назначал? Вот, кружку эсмарха, клизму он назначал. И не просто так медикам сейчас внушают вот эту глупость. А они транслируют это уже всему народу, что это вредно, промывание кишечника опасно, вымывает полезную микрофлору, ведет к дисбактериозу. Вот эту глупость повторяют люди, которые сами никогда не практиковали этот метод. И сами, в общем, видно по их лицам, что они сами нездоровы, те, кто это говорит. И себе самим мешают обрести здоровье, и другим людям мешают. Невозможно удалить полезную микрофлору из кишечника, потому что она там генетически предусмотрена, она там рождается. И она размножается, если создать ее условия. То есть убрать патогенную микрофлору, вычистить эти завалы, вот эту гниющую, все, что там есть. И дать пищу ту, которую она должна есть, эту микрофлору. То есть сырую растительную клетчатку. И как только прекратится поток вот этой ядовитой пищи, она там расцветет пышным цветом. Наша симбионтная микрофлора здоровая, обеспечивающая нам здоровье. А удалить эту патогенную флору никак иначе нельзя, кроме как промыванием кишечника. Вместе с субстратом только, с этим гниющим. Но ведь человек, освоивший эту процедуру, он на этом не остановится, потому что он почувствует, что такой чистота изнутри. И все. На этом постоянный клиент аптек и поликлиник потерян. Да, это страшный сон для бизнеса фармакологического. Поэтому всегда будут страшилки на тему. Не занимайтесь очищением печени и кишечника, не занимайтесь самолечением. Вот если мы вспомним великую книгу Эрета «Целебная система бесслизистой диеты», то повторить хочу смысл его открытия. Как только прекращается пищеварение, начинается элиминация. Элиминация. Это вывод токсинов. Перестала поступать пища, уже через несколько часов активизируется лизосома клеток. Начинается вывод токсинов. Лизосома – это маленькие клеточные органеллы. В клеточках они есть. Их задача – выделять ферменты, растворяющие все ненужное. В клетке растворяется это все в клеточках. Он их редко выбрасывает наружу. Это все идет в лимфу, в кровь, и, соответственно, мы плохо себя чувствуем. И чем сильнее зашлакован человек, тем тяжелее он все переносит. Вот эти вот хуже ему становятся во время воздержания от пищи. Сильно отягощенный ядами человек, сильно зашлакованный, он уже с утра ему тяжело. Он встал, он уже ему жизнь не мила. Ему надо, да ему тошнит даже, натощак. Знакомо такое? О чем это говорит? Элиминация у него идет массово. И ему срочно надо что-то съесть. Выпить кофе, там съесть бутерброд, чтобы остановить элиминацию. Ему тогда легче становится. Потому что как тогда пища попала в желудок, так пошло пищеварение, тут же остановилась элиминация. То есть это взаимоисключающие процессы. Вот это четко надо понимать. Для того, чтобы вызвать элиминацию, надо прекратить есть, либо изменить питание. Сыроедением заняться, например. Тоже вызывает элиминацию сыроедения. Поэтому очень осторожно надо начинать очищение полным людям. Полное именно очень много в себе накопили. Освоив теорию с начала. И вообще под наблюдением надо это делать. И таким людям, полным и хронически больным, также нельзя резко переходить на сыроедение. Потому что и сыроедение тоже включает элиминацию. Не в таком, конечно, объеме огромном, как воздержание чистое от пищи. Но тоже достаточно серьезно включает элиминацию. И спад энергии. Человек говорит, о, я начал сыроедить. И там три дня у него эйфория. Отлично себя чувствует. А потом следует спад энергии через некоторое время. Потому что масса уже, массовый выход токсинов в кровь начался. Ему плохо становится. И он говорит, не подходит мне эта сырая пища. Это не мое. Это вот кому-то другому надо сыроедить. А я не могу. Это не моя пища. Это не потому, что пища ему не подходит. А потому что он по неграмотности своей не знает, что у него элиминация идет в огромных количествах. И вот эти яды, все отвязанные яды вышли в кровь. Он просто справиться не может с ними. То есть грамотно это делать надо. И сыроедить начинать грамотно. Быть готовым к этому. Почему мы и готовимся мы сейчас. Непреодолимая тяга к вредным продуктам существует до тех пор, пока в кровообращении находятся отходы этих продуктов. То есть не прекратится плохое самочувствие до тех пор, пока основная масса токсинов из тела не будет удалена. Кроме этого, еще не только в депо это все сидит в тканях. Кроме этого микрофлора кишечника еще также перестраивается не быстро. Если заранее не позаботиться об удалении вот этого всего, что там есть, гниющих остатков пищи, то эта патогенная флора тоже будет постоянно требовать той пищи, на которой она размножается. Естественно, это какая? Белковая пища, сладости, все вареное и жареное, она требует, там и крахворы требуют, а не вы сами этого. Я хочу котлет. Это не вы хотите котлет. Вообще загрязненное больное тело всегда тянет на пищу вредную, что-нибудь такого, скоромного хочется съесть, на мясные котлеты. Это вообще известный факт. А чистое тело, освобожденное, его тянет на другую пищу, на плоды, на фрукты. В чем состоит опасность? Резкого перехода вообще на адекватное питание на сыроедение и вообще опасность голодания на воде в том числе. То есть в том, что скорость элиминации может приобрести угрожающий характер. Вот основная опасность. Количество ядов, отвязанных в кровь, может быть настолько большим, что в аварийном режиме работают все системы жизнеобеспечения. Ведь лекарства, которые мы принимали много лет назад, они же тоже в периоде, так сказать, полураспаде находятся в печени. Очень часто они годами там находятся. Десятилетиями даже. И они тоже выводятся в кровь в момент элиминации. И это может быть очень серьезное состояние, опасное для жизни, если это резко делать, так сказать, неграмотно. Сердечные препараты, все гипотензивные, гормоны, это все в состоянии полураспада хранится. Это не все выводится почками и печенью. И самочувствие очень тяжелым может быть. Во времена профессора Юрия Сергеевича Николаева голодание проводилось в стационарах. У него в стационаре. Под наблюдением врачей, то есть человек прямо вот находился под постоянным контролем. Скорость элиминации можно регулировать. Просто это надо знать. Забегая вперед, скажу, допустим, вы сыроедить начали, после периода эйфории начинается интоксикация. Замедлите, затормозите свое сыроедение. Значит, съешьте что-то, тушеные овощи, печеные фрукты. Например, несколько дней посидите только на вареных овощах, вернее, на тушеных овощах. Уменьшите долю сырой пищи до восстановления нормального самочувствия. Вот так вот и поголодайте еще какое-то время после периода сыроедения. Так, главные трудности и так, голодания. Значит, первое, наличие патогенной микрофлоры в кишечнике. Дальше, второе, отравление собственными ядами, отравление старыми лекарствами и обострение хронических болезней. Ну вот. И все эти трудности, в общем-то, они учтены. Вот, в методике очищения, которую я всем рекомендую, по Аганян-Марве-Выгоршаковне. Все там учтено. Но, тем не менее, сама она рекомендует к самостоятельной практике, вот, свою методику, только тем, кто относительно молод, крепок, не имеет хронических заболеваний, тяжелых, серьезных. Остальным все-таки рекомендует под наблюдением, под контролем это делать. Специалисты. Вот, ну, сама методика в доступе есть. Ее можно найти. Набирайте. Методика очищения по Аганян. Это все вот в поисковике. И все там подробно очень, прямо по пошаговой инструкции есть. Дублировать я сейчас не буду. Вот, для тех, кто впервые об этом слышит, скажу, что это условное голодание, потому оно хорошо переносится. Вот, и может быть длительным, до 21 дня. То есть, что такое чистое голодание? Это голодание на воде, да? Которое только в стационаре вообще рекомендую делать. Или очень короткие курсы. Ну, в зависимости от здоровья, опять же. То есть, в чем состоит вот по этой методике, по марву горшаковине Аганян. На фоне ежедневных промываний кишечника, человек пьет не менее трех литров отваров, трав с медом и с лимоном. Плюс свежевыжатые соки он пьет. Пищеварение выключено у него. Все это, то, что он пьет, и соки, и отвар трав, это всасывается уже в желудке. Не требует пищеварения. Поэтому пищеварение выключено. Значит, элиминация идет благополучно. Но в то же время мы антидоты получаем в виде свежевыжатых соков. То есть, уже какая-то часть ядов легче выводится, связывается. И получаем питание. Потому что мед – это питание. Это глюкоза. И соки тоже питание. Поэтому мы тут одновременно много целей достигаем. Одновременно растворяем завалы, нейтрализуем мобилизованные кислоты, и эти кислоты компенсируем, нейтрализуем живыми щелочами. И тому же еще получаем питание, живую глюкозу. Крошечные малыши, переведенные на такой рацион из-за серьезных болезней каких-то своих, не только избавляются от болезней. Груднички несколько месяцев ребенку. Не только избавляются от болезней своих. Они еще и растут, и веси прибавляют прекрасно. Еще хочу подчеркнуть, что выход из любого голодания важнее, чем само голодание. Касается это длительного, конечно, голода. От двух недель и больше. Но и от десяти дней тоже. Неправильным выходом грешат многие люди по неграмотности. И этим можно сильно очень себе навредить и создать опасную ситуацию. Вот почему. Во время голодания у нас прекращается ферментативная активность. То есть у нас пищеварение выключено, ферменты не работают. Во-вторых, у нас отсутствует перистальтика во время голодания. То есть движения кишечника у нас нет. Не работает мускулатура кишечника, потому что нечего двигать там. И цель грамотного выхода вовсе не питания организма. Он не нуждается в питании. Мы его питание поставляем и так. И вообще не питание является основным источником энергии, как мы уже это знаем для организма. Не в еде он нуждается во время выхода из голодания. У нас другая цель. У нас запустить процесс пищеварения и запустить перистальтику. Вот какие цели преследуем мы при выходе из голодания. Поэтому определенными, совершенно конкретными продуктами это достигается. Никакими там ни финиками, ни сухофруктами, орехами и картошкой. Совершенно определенные продукты. Только свежевыжатые соки, только измельченные сочные фрукты. Это должно быть несколько дней. Почитаете, найдете. Но если короткий курс, хотя бы день целый или два на этих соках и фруктах. И потом уже овощные фруктовые соки и овощные салаты добавляете. Я еще хочу тут подчеркнуть, что соки должны быть без мякоти во время того, как вы голодаете. Потому что соки... То есть лучше пропустить через ситечко, если вы сами отжимаете там цитрусовые соки. Лучше через ситечко дополнительно профильтровать их, чтобы не было клетчатки там. Клетчатка запускает перистальтику. Вам будет есть хотеться. То есть соки лучше без мякоти. Мякоть клетчатку, потому что содержит. А на выходе, вот когда вы уже готовитесь к еде, значит там можно с мякотью соки пить. Что перистальтику нам наоборот включить надо. Овощной сок также включает перистальтику. Сырые овощные тертые салаты. Зеленые коктейли отлично пойдут в период сыроедения. Еще мы должны четко понимать с вами, что ценность еды состоит вовсе не в калориях, как нам говорят. Не в содержании белки, белков, жиров, углеводов или витаминов или минералов. Ценность ее в том, насколько она содержит достаточно живых щелочных элементов. И насколько она может быть метлой для нашего кишечника. То есть насколько она клетчатки содержит. Вычищающий грязь. И еще хочу сказать. Вопрос задает. Нужны ли дополнительные усилия по очищению тела, то есть по голоданию. Если питание приближено к адекватному. Практика показывает, что нужны. И сыроедом нужно печень почистить в любом случае. Хотя бы посмотреть, хотя бы сделать эту процедуру один раз. Убедиться, что камней там нет. А если есть, то довести процедуру до конца. К сожалению, пока настолько мало грамотной информации по сыроедению сейчас. Что люди, которые стремятся к развитию, идут на ощупь. В основном-то путем проб и ошибок. Ну вот, вся культура нашей техногенной цивилизации. Технократической. Препятствует становлению человечного типа строя психики. Здесь и пороки воспитания, и пороки образования. И, конечно же, вот эта модель питания насаждаемая. То есть воздействие на биологическую составляющую человека. Через фармакологический бизнес, через вакцины. И через вот эту модель питания. Диетологию официально принятую. А специалистов, с другой стороны, по сыроедению, нигде не готовят в официальных учебных заведениях. То есть исследования на эту тему тоже не оплачиваются. Мы с вами знаем, что наука тоже развивается не сама по себе. Она развивается в том направлении, куда ее развивают. Исследования оплачиваются только те, которые нужны. Той концепции, по которой глобализация сейчас развивается. Поэтому, к сожалению, информации мало. Буквально последние годы, только вот начиная, появились информации. Книги появились, в конце перечислю. Поэтому переход на сыроедение у многих затягивается от отсутствия информации элементарной. Какой должен быть критерий эффективности, правильности питания? Самочувствие отличное. Энергия, отсутствие тяги к вредной пище. Оптимизация эмоциональной сферы. То есть исчезновение депрессии всех. Улучшение интеллектуальной деятельности. Вот критерии эффективности питания. Если это есть, значит, ваша микрофлора уже приближена к оптимальной. Это значит, что пищевательная система работает как трофостат. То есть она синтезирует все, что надо, вплоть до гормонов и аминокислот и белков. И выводит все, что не нужно. И избавляет, так сказать, от всего ненужного. Пока этого мы не достигли, пока микрофлора наша далека от совершенства, и пока депо наше содержит токсины прошлой пищи, до тех пор телу нужно помогать. Перестраиваться вот этими курсами воздержания от твердой пищи. Количество и длительность вот этих вот голоданий условных регулируйте сами по, так сказать, ну, в зависимости от условий вашей жизни, по самочувствию. Но не менее четырех в год хотя бы по, то есть семидневный голод с последующим выходом в течение нескольких дней, да, каждый сезон это должно быть. Пока вы, так сказать, вот не достигнете оптимального уровня здоровья. С каждым разом будет легче переносить вот эти голодания, потому что и питание вы изменили все-таки, да, и накопление значительно у вас уменьшено уже. То есть с каждым разом будет легче. И если у вас на сегодня еще наличествует какая-то проблема со здоровьем, то через один-два года эта проблема рассосется. Если вот это все делать. Чего я вам от души желаю. Вот на этом все. Продолжение следует...